Март рассказал о новых требованиях к рекламе в Беларуси, которые вводятся с 8 июля. Одно из главных изменений – теперь можно использовать любые образы, а также привлекать к изготовлению не только отечественные организации, но и иностранные. Также вступит в запрет для никотиновых паучей и жидкостей для электронных сигарет. В стране продолжается вступительная кампания. Без нарушений не обходится. Так, два абитуриента удалены с ЦТ по истории Беларуси. Один за мобильный телефон, другой за шпаргалку. Всего на испытании зарегистрировались около 17 тысяч человек. Не явились – 1447. Следующая на очереди – география. Тестирование пройдет 6 июля. Запрет на посещение лесов снят по всей Беларуси, но в стране продолжается пошли. Толисты ведут круглосуточный наземный, авиационный и космический мониторинг экосистем. В случае чрезвычайных ситуаций ограничения будут вводиться повторно. В Беларуси за неделю утонули 20 человек. 12 спасены – работниками АСВОД и МЧС. Напомним, вода не прощает беспечности. Чаще всего к трагедии приводят купание в состоянии алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, мышечные судороги, отсутствие присмотра за детьми. Почетный гражданин Бавруйска занесен в книгу славы Могилевской области. 13 выдающимся жителям Приднепровского края, в том числе Станиславу Румянцеву, вручили специальные свидетельства. Торжественная церемония состоялась во время праздничного концерта, посвященного Дню Независимости.